И я увидел маленькую Тиффани. Я думаю, что, знаете, 8-летняя девочка, в середине гетто, в общем, много монстров, в этом время ночью с книг квантум-физикой. Она начинает начать шесть, да? В равной степени он смог реализоваться и в комедиях, и в боевиках, и в драмах. Казалось бы, ничего не объединяет таких разных персонажей, как Хэнкок, агент Джей и Мухаммед Али. Как один актер может быть таким разным? И в чем секрет его успеха? Попробуем разобраться. Начинал свою карьеру Смит не как актер, а как успешный хип-хоп-исполнитель и шоумен с псевдонимом Фрэш Принц. Он даже успел получить премию Грэмми как лучший рэпер. Судьбоносной для Смита стала работа в ситкоме «Принц из Беверли-Хиллз», где он играл вымышленную версию себя. Харизма поп-звезды отлично проявилась в ситкоме, который стал вехой в истории телевидения и предсказал доминирование рэпа в американской массовой культуре. Ты делал Смит, Хайнесса, лаундри? Да. Да, Хайнесса. Но настоящий прорыв в карьере Смита произошел в 1995 году, когда он снялся в комедийном боевике «Плохие парни». Здесь актеру досталась роль, которую он затем примерит еще не раз. Плейбой, парень с чувством юмора, всеобщий любимчик. Этот образ Смит наполнил фирменной харизмой и редкой органикой и естественностью. Ему удалось быть одновременно и смешным, и серьезным, и ироничным, и героическим. Ну а следующая работа актера «Люди в черном» только закрепила статус звезды и придала ему новый масштаб. Здесь у него есть целые сольные комические номера. А сама простоватая харизма честного парня обретает совсем новый товарный вид. Именно ирония вкупе с предельной серьезностью добавляет боевикам со Смитом характерное очарование. А главное, не тускнеет с годами, что только подтверждает успех всех трех частей «Люди в черном». Но самая характерная роль Смита-комика, конечно, Хэнкок. Супермен-неудачник из одноименной ленты. Смит сыграл здесь обаятельного раздолбая, маргинала, дебошира и пьяницу. И только по совместительству супергероя. Но именно благодаря своим негативным качествам этот «Мститель» и вызывает такую широкую гамму чувств. Не менее эффектно получилось актеру проявить себя в другом кинокомиксе «Отряде самоубийц». С одной стороны, он сыграл здесь харизматичного прайдоху, меткого стрелка Дэдшота. С другой же, наполнил эту маску драматизмом, внутренним конфликтом. Дэдшот получился у него ранимым, любящим, заботливым. Пригодились в комедийном жанре Смиту и музыкальный опыт, и темперамент, особенно в роли Джина Валадини Гайоричи. Актеру пришлось соревноваться с легендарной озвучкой Робина Уильямса. И в строгих рамках копии анимационного персонажа наполнит Джина новым значением. И именно благодаря энергии и таланту настоящего шоумена с этой задачей он справился. Совсем другая сторона актерского таланта Смита раскрывается в камерных драмах. Здесь проявились иные его качества, не только харизма и музыкальность, но и умение существовать на грани. Смит первоклассный передает самые экстремальные эмоции и пластикой, и мимикой. Открыл эту грань таланта Смита Майкл Манн, пригласивший актера на роль великого Мухаммеда Али в одноименной биографической ленте. Смит смог перевоплотиться в нервного противоречивого боксера. Показал героя, принимающего самые сложные решения в эпоху радикальных перемен и экстремальных потрясений. Во многом эта роль задала тон всей дальнейшей кинокарьере Смита. Он стал образцовым исполнителем ролей невротиков. Будь то предприниматель Крис Гарднер из «Погони за счастьем» или отец теннисисток Уильямс, герои Смита всегда оказываются в экстремальных обстоятельствах. Это может быть попытка наладить жизнь детей, борьба за свои права или скитание по мегаполису с маленьким сыном в поисках ночлега и пропитания. А главное, во всех этих предлагаемых обстоятельствах Смит всегда выглядит максимально органично, достоверно, так что зритель физически чувствует те же эмоции и переживания, что и его герой. Его природное обаяние заставляет нас сопереживать не всегда очевидным персонажем, и эти выходы из привычного амплуа доказали, что актерский диапазон Смита не ограничивается образом рубахи парня. Во многом, благодаря этому умению существовать на грани в экстремальных обстоятельствах, Смит особенно отличился в жанре фантастической антиутопии. В 1996 году на заре кинокарьеры актер снялся в блокбастере Роланда Эмериха «День независимости», где он отыгрывал бравого пилота, дающего отпор пришельцам. Но уже в следующих опытах в жанре фантастики его герои переживали посттравматический синдром. И в экранизации классики научной фантастики «Я робот», и в камерной антиутопии «Я легенда», ставшей бенефисом актера, который половину фильма проводил в одиночестве и слегка опугающе отыгрывал человека на грани нервного срыва. Наконец, Смит сыграл важную роль не только в кино, но и в обществе. Он смог навсегда разрушить все стереотипы о темнокожих актерах и создать на экране настоящие универсальные образы, лишенные всякой шаблонности. И эту часть его деятельности переоценить никак нельзя. Мало кто из темнокожих актеров добивался такого успеха и такого положения в кинематографической иерархии. Именно он ярче всех выступил в поддержку прав темнокожих актеров и бойкотировал премию «Оскар», когда среди ее номинантов не оказалось ни одного афроамериканца. Смит был одним из самых пламенных сторонников президента Барака Обамы и даже очень точно его пародировал. Он написал автобиографию, в которой не побоялся публично высказаться о самых темных сторонах своей личности, о проблемах в семье, мыслях о суициде и даже об экспериментах с психоделиками. Наконец, актер всегда славился как один из лучших партнеров по площадке, который создает на съемках доверительную и творческую атмосферу. Смит был одной из ярчайших голливудских звезд конца 90-х в середину нулевых годов, но и его не миновали кризисы. И известно, что он отказался от роли Нео в «Матрице» ради провального «Дикого-дикого Запада». А уже позже не стал играть главную роль в «Джанго, освобожденном» Квентина Тарантино. Но самый ощутимый кризис произошел в 2013 году из-за провала фантастической драмы «После нашей эры» историю об отце и сыне, которые потерпели крушение на земле 31 века. Фильм был снят по оригинальному сюжету Смита, и актер планировал создать еще несколько сиквелов, видеоигр, комиксов, мультсериалов и даже социальную сеть во вселенной картины. Но франшизу отменили, когда студия потеряла на релизе десятки миллионов, а критики разгромили и слабый сценарий, и блеклую игру сына Смита, Джейдена. После череды невыразительных ролей казалось, что звезда Уилла Смита навсегда закатилась. Но он смог преодолеть инерцию образа и перепридумал себя, перейдя на возрастные роли. Тонкая работа в «Короле Ричарде» доказала, что мы еще многого не знаем о гранях таланта актера, и он еще способен нас удивить. За свою карьеру Смит побывал и блестящим шоуменом, и героем боевика, и идолом поп-культуры. Справился с самыми глубокими драматическими ролями. Наградой за этот долгий путь и фантастическое разнообразие стал давно заслуженный Оскар. А мы просто ждем новых ролей Уилла Смита, ведь каждое его появление на экране настоящий праздник. Продолжение следует...